Добрый день, уважаемые. Добрый день, уважаемые коллеги, здравствуйте! Вас приветствует команда образовательной онлайн-платформы «Склад» и я, ее руководитель Татьяна Сороковик. Мы с вами встречаемся в рамках первой рабочей встречи онлайн-курса «Учимся легко. Нейропсихология в детском саду и школе». И прежде всего я предлагаю нам всем познакомиться. У нас такое потрясающее сообщество педагогов, психологов, дефектологов, студентов. Мы приветствуем студентов педагогических вузов, психологических факультетов, университетов. И очень рады, что вы с нами в этом сообществе. Я предлагаю вам в чате, вы знаете, где в Zoom находится чат, если нет, то, пожалуйста, посмотрите на нижние панели в чате, написать именно, в какой области вы специалист, например, логопед, психолог, воспитатель, педагог, и рассказать, из какой страны вы, в какой стране вы проживаете. Если вы хотите написать свое имя, представить свое учреждение образования, это тоже приветствуется. Пожалуйста, в чате давайте знакомимся. А пока вы это делаете, я расскажу вам о плане сегодняшней встречи. Мы познакомимся с образовательной платформой «Склад», если кто-то впервые на нашей платформе. Мы поговорим о целях и задачах курса, курс об общем содержании, о промежуточном и итоговом контроле. Конечно же, мы посмотрим видеообращения Надежды Владимировны, инструкцию по работе с образовательной платформой «Флора ЛМС». Ну и, конечно же, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Вся наша встреча будет длиться порядка полутора часов, поэтому, пожалуйста, запаститесь терпением. Очень важно будет по завершению, во второй половине встречи, рассказ о «Флоре», чтобы вам было комфортно работать и проходить курс. И я немножко расскажу о нашей платформе, а вы, конечно, я надеюсь, что пишете в чат о себе и рассказываете о своих учебных заведениях, об учреждениях, образованиях, центрах, о себе лично, возможно, чем вы занимаетесь, какой у вас опыт, почему вы, может быть, пришли на курс. В общем, полное поле для творчества. «Склад» — это образовательная онлайн-платформа для международного диалога профессионалов в сфере образования. Это такая экосистема проектов для профессионального роста специалистов в сфере образования. Мы проводим международные стажировки, конференции, семинары, интенсивы, хакатоны, создаем онлайн-курсы, развиваем профессиональное сообщество, сотрудничаем с международными экспертами и образовательными организациями в странах Европы, Азии и Америки. Выступаем в качестве информационных и технических партнеров и всегда открыты для сотрудничества. Сам проект «Склад» — посмотрите на это слово, у нас иногда спрашивают, а почему «Склад»? Ну вот в нем прям заложено и «клад», и есть такое замечательное слово в белорусском, даже и в русском языке «лад», «ладненько», да? И вот когда мы выбирали название, нам показалось, что не только мы сюда будем на полочке размещать все наши мероприятия, все наши курсы, события, семинары, онлайн-курсы, но нам очень хотелось найти слово, которое говорит о ценности этого всего, и вот это действительно «клад», и за время существования, а мы появились после того, как всю свою деятельность из офлайна, а мы долгое время, более восьми лет занимались стажировками и повышением квалификации педагогов в офлайн, мы перенесли в онлайн, мы все знаем эти события, да, ковид, и, конечно же, вот с мая 2020 года за три недели команда смогла перейти полностью в онлайн и перенести все проекты. И мы думали, что очень скоро это все закончится, это временно, и мы опять вернемся в офлайн. В офлайн мы вернулись, но мы не можем теперь оставить онлайн, потому что 29 проектов, 8 разработанных курсов, вот посмотрите на эту цифру, 28 880 человек – это общее количество участников наших проектов. Я для сравнения скажу, за 8 лет деятельности нашей в офлайн это было около 7 тысяч. Вот два года и 7 лет, и такая разница. 232 спикера, которые из более 40 стран мира стали участниками и делились своим опытом на нашей платформе. Я просто пролесну те мероприятия, которыми мы особенно гордимся, и, возможно, если вы с нами впервые и что-то пропустили, а это является сферой ваших профессиональных интересов, это все у нас хранится на полочках. Пишите нам, мы с удовольствием вам дадим доступ к этим материалам. Итак, компетенции 21 века, если это образование 21 века, soft skills в национальных стандартах школьного образования, это была большая международная онлайн-стажировка, 10 встреч, 18 спикеров, 8 стран, огромный опыт, большое количество дополнительных материалов, презентаций, учебных планов, программ, сравнительный анализ. Также это международная онлайн-стажировка «Университет 4.0. Цифровая трансформация университетов». Это модели и международные тенденции, и инновации в сфере инклюзии, модели в работе с одаренными детьми, это были большие конференции. Онлайн-стажировка, которая посвящена цифровым технологиям в профессионально-техническом образовании. Это, конечно же, модели инклюзивного образования в зарубежных странах. Это педагогическое образование 21 века «Новые вызовы и решения», которое получило большой отклик в педагогической среде, и многие вузы взяли на вооружение практики зарубежные по подготовке педагогических кадров. Также подготовка медицинских кадров в современных условиях и в тех глобальных вызовах, которые существуют. Это инклюзивное профессиональное образование, которое закончилось буквально в конце 2022 года, и она впечатлила нас своими решениями, подходами, и я думаю, что многие еще с этим работают. Также был онлайн-марафон «Зарубежная технология в дошкольном образовании», создание экологии детства. И это от нашей платформы вам все подарок, вы все получите доступ к этой стажировке и сможете изучить дополнительные материалы. Вы побываете и в Греции, и в Финляндии, и в Италии, всем известно, «Реджио педагогика». И, конечно же, то, что мне очень откликается и близко, это лесной детский сад, технология, и как распространяется сегодня эта технология по всему миру. Пожалуйста, посмотрите, и если вам будет интересно, у нас и начальная школа есть, пишите, мы с удовольствием будем вам предоставлять доступы. Также я хочу представить вашему вниманию наши онлайн-курсы. Это, конечно, цифровая компетентность педагога, с которого мы начали, и более 8 тысяч педагогов прошли обучение и оцифровались именно на нашей платформе. Мы этим очень гордимся и очень ценим тех первых наших участников, потому что они росли вместе с нами. Мы оцифровались, и они вместе с нами оцифровались. Это технология эффективной социализации ребенка, авторский курс Натальи Петровны Гришаевой. Кстати, по этому курсу мы проводили большой хакатон, и многие детские сады, в том числе, например, Казахстана, я не говорю про Россию, потому что курсы из России стали применять эту технологию. Образовательная робототехники с детьми дошкольного возраста. Интенсив-курс методики психолого-педагогической диагностики детей. Онлайн-курс технологии смешанного обучения. Это, наверное, один из самых популярных курсов на нашей платформе. Интенсив-курс научиться читать легко авторская методика Арбековой Нелли Евгеньевны. Если кого-то заинтересует, это действительно потрясающая методика вместе с авторским букварем. Научиться читать легко этот букварь есть в электронном виде. Мы с удовольствием им делимся. И сама методика авторская, и она особенно пригодна для деток с особенностями психофизического развития. Онлайн-курс «Обучаем иначе. Преподавание химии с использованием технологии смешанного обучения». Ну и, конечно, наш любимый курс «Учимся легко. Нейропсихология в детском саду и школе». И, конечно, меня иногда спрашивают, меня иногда спрашивают, а почему именно этот курс? Почему вот у вас такие различные международные события? И почему вы решились на такой курс? Мы очень долго, я вам объясню, что посещая большое количество школ в Финляндии, в Испании, дошкольных учреждений, в Эстонии, Франции, Германии, но особенно в Финляндии, система образования, которая считается одной из лучших в Европе, по всем исследованиям, в том числе ПИЗа, я никак не могла понять, но почему же дети постоянно на уроках в начальной школе или в дошкольном учреждении? Ну, во-первых, когда сразу заходишь, дети почему-то отходят либо в босиком, либо в носках. Каждую перемену они выходят на улицу независимо от 15, и, конечно, не просто должны выйти на улицу, а есть каждую перемену ответственных, кто организует большое количество подвижных игр. Мы не понимали, почему дети пишут вот на таких досках карандашом, либо мелком, а не в просьбах, как принято в наших школах, почему дети постоянно поют, то есть на уроке постоянно звучит песня, они поют, двигаются, перемещаются, пересаживаются, и это подобно какому-то хаосу. Мы никак не могли понять, но как же они могут осознать вот эту программу, которую вот наши ученики, сидя за партами и усердно 45 минут, выдерживая все различные действия, и, может быть, будет физкульт-минутка, как они успевают вот этот материал взять. И впоследствии, когда мы стали дальше изучать, и когда мы встретились с Надеждой Владимировной и стали смотреть, что же происходит, мы увидели, что, в принципе, взят в основу нейропсихологический подход. Мы с вами часто сталкиваемся с ситуациями, когда дети развиваются не так, как сверстники, но не имеют диагноза, демонстрируют сложности с коммуникацией и поведением дома, в саду, в школе, в общественных местах, испытывают проблемы с поведением и обучением, с которыми родители не могут справиться самостоятельно и ищут помощи у специалистов. Имеют расстройство нервно-психического развития. Вы все знаете эту статистику, что сегодня здоровыми признаются лишь 10% выпускников школ и 15, ну, немножко более 15% детей даже школьников. Наверняка вы сами замечаете, что трудных детей, кавычках, да, становится все больше и больше. И мы задаемся вопросом, трудны ли это дети? То есть в нашем понимании нормотипичных детей осталось не так много. И вот у нас была стажировка по инклюзии, все специалисты говорят, что скоро мы должны будем думать о том, как учить этих нормотипичных, а среду подстраивать под детей с особыми потребностями. И вот в этом вот такая серьезная проблематика. Самое главное, что привычные методы работы с этими детьми не помогают. То есть дети гиперактивные, они неуправляемые, они плохо читают, мы все это с вами прекрасно понимаем. Дисграфия, дисфлексия у большого количества детей и так далее, и так далее. И, конечно же, как считает наш педагог курса, доктор педагогических наук, профессор Надежда Владимировна Мазурова, понять необходимо прежде всего, что многие трудности имеют конкретные причины и вызваны нарушением отделов головного мозга. Задача современного специалиста нас с вами – понять, где произошел сбой и помочь ребенку преодолеть эти сложности. Потому что очень велика вероятность, что сначала эти сложности проявятся в обучении, а затем во всей жизни. И здесь, конечно же, нужны инструменты нейропсихолога, которые легко применять индивидуально и в группе, в классе, с особенными и нормотипичными детьми, очно и онлайн. То есть нет такой необходимости, это не дорогостоящие некие методики, либо нужны вам какие-то дорогостоящие материалы, или построить отдельное здание. Нет, это просто мы с вами, которые овладеем и поймем, что на каждом этапе происходит в мозге ребенка, нашего ученика. На каком этапе его мозг готов воспринять ту информацию, которую мы ему предоставляем. Какой самый сензитивный период для развития тех или иных навыков. И очень часто еще спрашивают, ну, послушайте, столько лет раньше никто не говорил об этом. Приходили дети, мы их учили, они все воспринимали, да, были сложности, но не было таких масштабов. И это отдельная тема разговора, о которой в нашем курсе и рассказывает Надежда Владимировна. Вот после моего такого длинного спича я прошу у вас ответить на вопрос. Коллеги, как вы считаете, сегодня каждый педагог и специалист, работающий с детьми, должен понимать, что ребенка? Если вы считаете, что да, поставьте плюсик. Если нет, то поставьте минус. И мы с вами посмотрим, что же происходит. Ну, а мы с вами продолжаем знакомство. Я вижу в чате ваши ответы. Спасибо вам за них. И я рада приветствовать наших участников из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, конечно же, из России и Узбекистана. Потрясающе. Вот такая у нас географическая, такая международная, международный онлайн-курс. И мы очень рады встрече наших стран, наших представителей системы образования, в котором очень много похожего, схожего, которые исходят из одной основы советской системы образования. Продолжая знакомство, я хочу вам представить директора общественного фонда ЛЭС Дану Республики Казахстан, Барамбаеву Надию, которая является в Казахстане партнером по проведению данного курса. И я с удовольствием Надие передаю слово для приветствия наших участников. Добрый день, уважаемые участники. Привет всем из Казахстана. Меня зовут Барамбаева Надия. Я директор общественного фонда ЛЭС Дану. Мы уже несколько лет занимаемся обучением специалистов и оснащением коррекционным оборудованием. Рада вас приветствовать на данном международном обучении, на котором присутствуют специалисты из разных стран. И замечательно, что такое стремление к знаниям, оно объединяет людей по всему миру и дает возможность создать вот тот плодотворно успешный нетворкинг для последующих возможных проектов. Также будем рады увидеть, познакомиться со специалистами, с единомышленниками, создать какие-то моменты сотрудничества будущего в вопросах инклюзии, в вопросах образования. От себя лично всем желаю успешного обучения. Спасибо большое. Спасибо огромное, Надия. Спасибо за сотрудничество и продвижение нейропсихологии и инклюзивного образования в Казахстане. Ну, а я, уважаемые коллеги, хочу представить педагога нашего курса, Надежду Владимировну Мазырову, профессора, доктора психологических наук, директора Института психологии имени Льва Семеновича Выгодского, эксперта Всемирной организации здравоохранения по вопросам семьи, члена Британской психологической ассоциации, практикующего системного психолога и нейропсихологии. И нейропсихолога. И у меня иногда спрашивают, вот вы, почему именно Надежда Владимировна стала педагогом курса? Много причин, но главная причина в том, что этот специалист соединяет в себе теоретическую основу, то есть она занимается наукой в этой сфере и плюс она практик. До сих пор, несмотря на то, что она директор института, что очень большая нагрузка, Надежда Владимировна работает на коврике, как мы выражаемся, она принимает детей и видит, что с ними происходит. Мы предлагаем вам в виде обращения Надежды Владимировны к участникам курса. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. От всей души рада приветствовать вас сегодня и приветствовать на этом курсе. Это замечательно, что вы сделали такой выбор. Вы сделали выбор в сторону обучения, в сторону образования и в сторону нейропсихологии. Итак, о чем хотела вам сказать? Думаю, никакой Америки я не открою. Если скажу вам, что современная школа погибла. И вы все об этом знаете. Иначе не было бы вас так много на этом курсе. Назвать живым то, что сейчас мы наблюдаем в детском саду и в школе, язык не поворачивается. Если не возникнет новая школа, если она как феникс не возродится, не будет нового подхода к детям, нового подхода к обучению, образованию и воспитанию, то в принципе можно готовиться к Третьей мировой. Ну, а как же? Ведь война, как и разруха, по мнению Булгакова, рождаются в необразованных мозгах, в мозгах, лишенных логики и структуры, а добрая, творческая, новая, интересная рождается только в хорошо развитом, хорошо организованном мозге. Современные лозунги из разряда «прими себя как есть», «не озадачивайся» это лозунги плохо работающих при фронтальных отделах коры головного мозга. Мозг обязан озадачиваться. Это жизненно необходимо, иначе он погиб, а вместе с ним погиб человек. Понятное дело, что нельзя изменить систему образования, но можно постепенно менять детали. Можно менять кирпичи, из которого строится вот эта система обучения и воспитания, менять направление мыслей, цели образования. Не нужно, конечно, никаких революций и реформ. Мы с вами многократно эти революции проходили. Любая революция – это селекция наоборот. Всплывает самое темное, грязное, агрессивное, гибнет все самое лучшее и тонко организованное. Соответственно, появляются незрелые идеи, эксперименты, от которых страдает самое ценное, самое важное, самое неповторимое – наши дети. Давайте пойдем все-таки эволюционным путем, не революциями. Начнем с деталей и строительного материала. Что я имею в виду? Какие детали? Что самое важное? Во-первых, нужно знать детей и знать их особенности. Наш курс отчасти ответит вам на эти вопросы, но я думаю, что Татьяна Ивановна уже рассказала вам сейчас о том, что планируется продолжение, планируется более глубокое погружение вот в сам феномен современных детей. Мы попробовали в декабре немножко зайти на эту тему. Была лекция открытая, кто такие современные дети. Наверное, кто-то из вас слушал эту лекцию. Вот это один из кирпичей, строительный материал. Во-вторых, нужно понимать, как организован мозг и что в нем может сломаться. Это как раз задача нашего курса. Все будет очень подробно рассматриваться. И третье, наверное, самое главное. Нужно хотеть помогать детям. Поскольку вы здесь, я думаю, что вот этот вопрос решен. Мы все хотим это делать. Только так можно строить новую систему занятий. И тогда все будет просто и легко. Ровно как называется наш курс. Учимся легко. Мы с вами будем учиться легко. Я вам обещаю. Курс построен так, что он не требует исходного уровня образования, например, в мединституте или в биологическом факультете. Он построен просто и легко. Это не значит, что он поверхностный. Это значит, что найдены пути объяснить это все. По поводу нашего образования, простоты или сложности, приведу пример. Помните басню Крылова-Ларчик? Там один мудрец, мягко говоря, из Министерства образования, пытался открыть красивый ларец. То есть создать новейшую модель школы, которой не было до настоящего времени. Уж чего он только там не придумывал. Давайте вспомним. Вот за ларец принялся он, вертит его со всех сторон и голову свою ломает, то гвоздик, то другой, то скобку пожимает. Потел-потел, но, наконец, устал, от ларчика отстал. А ларчик просто открывался. И вот здесь есть ошибка читателя. Почему я об этом? Нейропсихологию же многие знают, читали, знают и воспринимают ее как тот ларчик, который просто открывался. Что значит просто? Просто это как? Вот современная школа то усложняет все до невероятности, то пытается все время просто открыть ларчик детского воспитания и обучения. Перейти на тесты, например. И ничего не выходит. Ничего ни с ЕГЭ, ни с тестами не выходит. Потому что ларчик просто открывался. Открыть надо. Вот это ударное слово. Это главное слово. Открыть для себя, кто такой современный ребенок. Какой он. Открыть душу ребенка. Его интерес. Открыть сознание, мозг ребенка для восприятия нового, для создания себя. Мы несколько лет в саду, а потом 11 лет в школе напихиваем наших детей как мешки разной трухой. Какими-то обрывками, флажками, цифрами, жесткими условиями. Например, написать сочинение, выразить сложную философскую мысль в 90 слов и не дай бог больше. Я думаю, все сталкивались с этим. Вот мы напихали этот мешок разным мусором, завязали его, а дальше куда? Дальше только на помойку. Потому что развития нет, идеи нет, мышления нет. А задача – понять, кто перед нами, помочь, зажечь, развить, а не напихать. Зачем ребенку учиться? Чтобы развиваться, чтобы расти, чтобы думать, чтобы понимать, чтобы получать удовольствие от процесса, когда мозги ворочаются в голове, вот от этого мыслительного процесса, от культурного взросления и стать человеком. Вот зачем нужно учиться. А вовсе не для того, чтобы запоминать цифры, слоги, слова и так далее. А как же развиваются современные дети? Это тоже, в общем, не секрет. Гаджеты с раннего возраста. Я правильно сказала, Татьяна Ивановна, я практик. Я на полу, за столом, на диване, вот уже 31 год. И я вижу, как детей с первого года жизни сажают перед айпадом, перед телевизором, кормят под них и делают вид, что это развивает ребенка. Видеоряд никого еще ни разу не развил. Это невозможно сделать. По законам развития мозга. Обучение вместо развития. Это то, с чем мы, коллеги, с вами каждый день встречаемся. Читать раньше, чем говорить, считать раньше, чем ходить и так далее, и так далее. А ребенку-то надо развиваться. Развиваться гармонично. Низкая двигательная активность ребенка, а ведь она очень важна. Сначала нужно создать каркас, а только потом строить этажи и крышу, иначе она поедет в прямом или переносном смысле. Помните, и Бирнштейн, и Ухтомский, и Павлов, и Бехтерев говорили о том, что первоочередное направление это движение. Оно организует начало нашего мозга. И программа, к которой вы сейчас подключились, она даст вам основания сделать так, чтобы все строилось правильно. Несоответствие особенностей развития психики требованием школы и требованием детского сада. Откуда взяли требования? Кто их взял? Требования разрабатывают менеджеры министерства, министерства образования в частности. Они не знают и не понимают детей. Они исходят только из того, что хотелось бы получить по итогу года обучения или воспитания в детском саду. Отчитаться по знаниям, умениям и навыкам, за которые, конечно, влетит воспитателю или учителю. А никто не собирается понимать, из какого материала нужно создавать эти зуны, вот эти знания, умения и навыки. Кто хоть пришел-то к нам? Кто сидит на стульчиках, за партами? Кто это? Несоответствие образовательных потребностей детей, предоставляемым образовательным услугам. У современных детей, у всех, у всех до одного. Есть специфические, особые образовательные потребности. И мы обязаны их учитывать, обязаны их удовлетворять. Иначе у нас ничего не получится, коллеги. Кого в результате мы получим? Вот тот мешок, который мы должны отнести на свалку куда-то? Или личность? С кем работают современные педагоги? По последним данным, 85% детей, 85% детской популяции рождаются с недостатками развития и неблагополучным состоянием здоровья. Соответственно, не каждый из этих детей попал к выдающемуся специалисту-диагносту, который рассказал родителям, что же происходит с этим ребенком, который качественно простроил программу развития, но не каждый. Поэтому мы обязаны превентивно, заранее осуществлять коррекционную поддержку поголовно всем, всем 100%, потому что мы не можем предсказать, а у кого из них проблемы. Мы можем только заметить выразительные, видимые проблемы. Мы знаем, что от 30 до 40% детей нуждаются в помощи дефектолога и логопеда. Это и задержки общего и речевого развития, и трудности формирования высших психических функций. По первому образованию я дефектолог, глубоко советский дефектолог. Я знаю, с кем мы сейчас имеем дело. Когда половина класса имеют общее недоразвитие речи или фонетико-фономатические нарушения речевые, мы обязаны это учитывать применительно к мозговой организации речевого процесса. Свыше 50% детей относятся к группе риска негармоничного развития. Это пограничные психические расстройства. Тоже далеко не секрет, коллеги, вы все работаете, вы видите, какой процент аутистических нарушений сейчас попадает в детский сад и школу. Мягкие, стертые, не вполне осознаваемые, но тем не менее, они же есть. нарушение поведения психопатического порядка, сложные какие-то варианты дезорганизации, которые с трудом можно отнести к какому-то варианту дезонтогенеза. Периодически возникает вопрос, а есть ли норма-то? Она вообще где-то есть? Ну, коллеги, конечно, норма есть, но ее не так много, как хотелось бы. В наших руках такой вариант исхода сюжета, когда мы норму можем сделать, мы можем помочь детям, чтобы они вышли вот на эту нормативную дорогу. Что делать? Как помогать? Что может помочь? Знание особенностей созревания центральной нервной системы каждого ребенка, понимание сущностей нарушения ребенка, профилактика нарушений в тех случаях, когда они незаметны, грамотное построение программы развития, включение специальных упражнений в ежедневную практику работы педагога дошкольного и школьного образовательного учреждения. Что же мы с вами в этой связи будем делать? А мы будем заниматься нейропсихологией, которая как раз нам и поможет. Из чего состоит наша с вами система легкого обучения? Мы же будем учиться легко. Первый модуль называется «Основание нейропсихологического подхода к описанию морфологии функций головного мозга». Будем учить мозги. Начиная с оболочек, с нервов мозговых, с полей, которые ответственны за те или иные функции, и с понимания того, что мозг вообще-то един. Он не лоскутное одеяло, он не пэтчворк, он един. Мы должны правильно это все воспринять, и мы сможем это сделать. Второй модуль «Возрастные этапы формирования и развития психических функций человека». Будем говорить о том, как же формируется психика ребенка от рождения до 18 лет, и самое главное, после этого. Почему самое главное? Потому что наши с вами мозги нам тоже нужны. Мы посмотрим, как же они работают в зрелом возрасте, в пожилом возрасте, и что мы можем сделать для помощи себе. Третий модуль «Нарушение структуры и функций центральной нервной системы». Здесь разбираемся с дефектами. Разными вариантами. Когда повреждены затылочные, теменные, височные, лобные отделы коры. Когда есть аутистические нарушения, есть нарушение поведения, о чем это нам говорит и что мы в связи с этим можем сделать. Логично, что следующий модуль «Основы диагностики», нейропсихологической диагностики. Мы попробуем научиться проводить диагностику любому ребенку, любого возраста и поэкспериментируем в этом направлении. И последний модуль, наверное, тот, который ждут все, как обычно, это инструменты. Нейропсихологическая коррекция. Будет практикум по развитию отдельных функциональных блоков мозга, практикум по построению программы коррекции, как сделать правильно, как неправильно, почему так неправильно и почему нужно делать только правильно. Вот это все вы увидите. Конечно, всех интересуют вопросы контроля. Мы же с вами посидели за партами, испугались до полусмерти школы, поэтому контроля мы все боимся. Рассказываю, что будет. Я сама его сделала, поэтому, в общем, докладываю вам. Будет промежуточный контроль. После каждого модуля несколько вопросов тестового характера. Почему? Для вас. Понять. Знаю, не знаю. Понял, не понял. Вследствие этого вы задаете вопросы в телеграм-чат. Я буду отвечать на ваши вопросы. Я никуда не деваюсь. Вы меня, конечно, будете видеть в записи, но я у вас живая. Буду в телеграм-чате. Я буду отвечать на все ваши вопросы один раз за 24 часа. Поскольку я преподаватель вуза, я принимающий специалист, я, вот как только буду собираться спать, ложиться, я отвечу на все ваши вопросы. Честное слово. И, наверное, это очень важно, чтобы я держала руку на пульсе. И финальный контроль в конце всего нашего курса будет творческое задание создания занятия для дошкольного образовательного учреждения или урока для школьного образовательного учреждения с применением технологий нейропсихологии. Потом вы каждый день будете этим заниматься. Сейчас просто проба пера для того, чтобы вы попробовали, как это все выглядит, как это можно сделать, как включить это в канву любого занятия. И, наверное, про итог. В итоге нашего курса что мы, я как автор, организаторы, как ваши, ну, буквально родители вот этого курса, что закладывали как итог? Формирование у педагогов дошкольных и школьных образовательных учреждений системы нейропсихологического взгляда на специфику развития каждого ребенка. Я буду вас отравлять нейропсихологией, переориентировать в этом направлении, чтобы глаза ваши видели, что с мозгом ребенка, как ему помочь, как не пройти мимо, как вытащить каждого ребенка. Вот это будет одним из итогов. Второй итог, на мой взгляд, тоже очень важный, не менее важный, профилактика безграмотности и бульварности. Профилактика спекуляции на модном. Сейчас можно увидеть на ютюбе, в интернете, живьем, как угодно, огромное количество предложений около психологического, около нейропсихологического характера. Задача моя, как вашего педагога, чтобы вы четко различали, где правда, а где неправда, где реально интересный подход, а где бульварность, которую нельзя воспринимать. Так мы с вами будем препятствовать деятельности безграмотных специалистов, мягко говоря. И постепенное изменение системы образования в направлении грамотного подхода к развитию каждого ребенка. Это такая долгосрочная идея, нас будет все больше и больше, мы будем думать правильно, помогать правильно со временем, не революционным, а эволюционным путем, так или иначе система образования детей перестроится. Вот то, о чем я вам хотела сегодня сказать, заразить вас интересом к нашему курсу, который нам очень нравится, и мы будем продолжать в этом направлении. От всей души пожелать вам удачного обучения и не прощаюсь. Итак, я думаю, что исходя из того количества вопросов, которые вы отправляете в чате участников курса, я думаю, что вот моя часть на нашей встрече, она долгожданная, потому что вы получите ответы на все ваши вопросы именно по технической части, то есть где находятся материалы курса, каким образом к ним получить доступ, как будет проходить наш курс. Частично Надежда Владимировна озвучивала наши промежуточные контрольные тесты и, конечно же, нашу итоговую работу, но я сейчас по порядку обо всем вам расскажу. Если в процессе вам что-то будет непонятно, пишите, пожалуйста, вопросы в чат участников в Зуме. Многие участники смотрят нашу трансляцию на Ютубе, конечно же, вы можете в чате с Телеграмм тоже отправлять свои вопросы. На все вопросы вы сегодня получите ответы. Итак, с самого начала. Во-первых, я хочу вас поприветствовать на нашем курсе, на нашем четвертом потоке онлайн-курса «Учимся легко нейропсихология в детском саду и школе». Нам очень приятно, что именно данный поток открывает наши проекты на образовательной платформе именно в 2023 году, и мы очень надеемся, что ваше обучение будет таким же интересным, таким же продуктивным, как обучались и предыдущие потоки. прежде всего я хочу вам сказать о том, что вчера все участники курса получили на свою электронную почту, которую вы указали при регистрации, первое и самое основное информационное письмо, в котором было несколько позиций. Была ссылка на чат-бот-склад, куда вы все перешли, и как только вы перешли в чат-бот, вы получили сразу же сообщение с тремя основными кнопками. По первой кнопке вы можете перейти в чат-курса, в живой чат-курса, где вы можете общаться друг с другом, где вы можете задавать вопросы непосредственно мне, как методисту курса, где вы можете, естественно, писать вопросы Надежде Владимировне, и мы там решаем все с вами организационно-технические вопросы именно в данном чате курса, в живом чате курса Telegram, и именно первая кнопка в чат-боте переведет вас на этот курс. Кто еще не перешел, пожалуйста, приглашаем, ждем вас в нашем чате. Вторая кнопочка и третья кнопочка сейчас на экране, он тоже закреплен все время в чат-боте, и третья кнопка это инструкция по работе с образовательным сервисом iSpring Market или Flora LMS. То есть, вот это первое информационное письмо очень важно найти. Есть несколько причин, по которой вы не нашли данное письмо. Первая причина, у вас в вашей почте электронной стоит блокировка на информационную рассылку. Так как рассылка автоматическая, то ваша почта может это письмо распознавать как промо-акцию, как информационную рассылку, как рекламу и, соответственно, блокировать при входе данное письмо. Поэтому на время прохождения курса мы просто советуем вашей электронной почте снять данную блокировку. Вторая причина, по которой вы можете не найти данное письмо, это некорректная электронная почта в заявке. Эти вопросы тоже решаются очень легко. Вы пишете мне личным сообщением. Очень большая просьба сразу на все время прохождения курса все вопросы, касающиеся личных почт, личных кабинетов. То есть все, что касается вашего личного обучения на курсе, писать не сразу сообщениями непосредственно напрямую. Не писать их в общем чате, потому что в общем чате будет сообщение, касающееся всех участников. И если мы свои личные вопросы будем решать в общем чате, лента будет очень быстро передвигаться, и участники могут просто не увидеть действительно важное информационное сообщение, которое касается всех. Поэтому пишите мне личным сообщением, что Виктория не получила письмо, помогите. И мы в индивидуальном порядке решаем, по какой причине. Но самая основная причина в 99% случаев – это некорректная почта. Мы почты не набираем ваши вручную, они копируются с ваших заявок. Какая-то поставленная точка, лишний пробел, не поставлен какой-то знак, либо лишний знак, и почта сразу же некорректная. Это очень важно сделать, потому что сегодня до 24.00 после окончания встречи постепенно, не все одновременно, образовательный сервис Флора ЛМС начнет рассылать информационное сообщение с доступом в личный кабинет, где находятся основные материалы курса. Поэтому очень важно, чтобы ваша почта была изначально корректной. Поэтому у вас есть время сегодня решить данный вопрос, проверить еще раз в заявочках, почта ваша корректная или нет. Но если вы получили первое информационное письмо, значит с почтой все ок. Итак, второе письмо. Вы видите сообщение 28 января. Вы получите информационное письмо от образовательного сервиса Флора ЛМС с доступом к платформе, логином и ссылкой для создания пароля. Как выглядит ваш личный кабинет? Как мы будем в нем работать? Я вам покажу чуть позже, для того, чтобы у вас было полное понимание, что это действительно легко. То есть мы не только учимся легко, но и сервисы наши образовательные тоже достаточно легки в управлении. В рамках нашей встречи, кроме сегодняшней рабочей встречи, у нас еще будет две онлайн-встречи с Надеждой Владимировной, где вы сможете как раз задать вживую ей все вопросы. Вы, конечно же, можете их отправлять в чат курса. От вашей активности зависит, будет ли возможность отвечать у Надежды Владимировны сразу на ваш вопрос, или мы бы формируем такой чек-лист, и ответы на ваши вопросы будут на этих онлайн-встречах. Они будут проходить в феврале и в марте. Одна встреча будет во второй декаде февраля, и вторая встреча будет в первой декаде марта. О дате и времени встречи вы, конечно же, узнаете и в чат-курсе, и дополнительно в чат-бот тоже будет выслана такая информация. Поэтому чат – это ваше такое информационное поле, это, в общем-то, как наше, мы считаем, что это, в общем-то, где-то наша такая учительская, где вывешиваются все обливения, вся информация для того, чтобы быть просто постоянно в информационном поле. Доступ к модулям. У нас шесть модулей на данном курсе. У вас с сегодняшнего дня до 28 марта включительно, то есть ровно 60 дней. 29 марта закроется доступ к платформе, и 30 марта на свои электронные почты вы получите электронный сертификат, который подтверждает участие в данном онлайн-курсе. То есть, по сути дела, в рамках прохождения курса у вас три важных письма, которые важно, которые необходимо найти. Первое, которое пришло вчера со всеми ссылками, сегодня второе письмо от Флоры ЛМС, и третье письмо – это 13 марта. Во время прохождения курса все остальные сообщения будут в чате. Они, конечно же, будут дублироваться на электронные почты, но все будет в чате. Поэтому вот три письма, пожалуйста, их найдите. Мы, конечно же, напоминаем, что курс можно проходить в любое удобное для вас время, в комфортном режиме для вас и на компьютере, и на планшете, и на телефоне. Будет единый логин, который вам пришлет платформа, и вам нужно будет создать свой пароль, который вы, конечно же, можете во время прохождения менять, как вам удобно. Многие участники спрашивают, можно ли одновременно проходить на нескольких устройствах. Конечно, вы можете открыть у себя на компьютере или на ноутбуке дома, параллельно выходите из дома, открываете телефон по той же самой ссылке. Вы можете слушать во время дороги на работу или на учебу. Вы можете слушать уроки, которые занимают максимально от 16 до 20 минут и каждый урок в модуле. В каждом модуле разное количество уроков, об этом мы увидим чуть-чуть попозже. То есть по графику все понятно. С сегодняшнего дня у нас начался курс. 28 марта наш курс заканчивается. Два технических ресурса, которые мы используем во время прохождения курса, это образовательный сервис Spring Market Flora LMS и чат Telegram. Дополнительно многие просто участники перешли в чат-бот, не дошли до чата Telegram, они остались в чат-бот. В чат-боте, конечно же, вы будете получать информационные сообщения и ссылки на у нас встречи, но в чат-боте у вас не будет возможности общаться с друг с другом, потому что по опыту предыдущих потоков участники очень активно общались друг с другом в рамках тематики курса, в рамках своей профессиональной деятельности, потому что чат-курс – это такое профессиональное сообщество, которое мы создаем, и мы стараемся после окончания проекта чаты в Telegram не закрывать, то есть они остаются действующими на какое-то определенное время для того, чтобы участники могли действительно делиться не только своими итогами по прохождению курса, но и, конечно же, какими-то победами, какими-то новшествами своей профессиональной деятельности. Виктория, спасибо, что вы без представления прямо моего так начали. Я хочу поблагодарить всех и извиниться за то, что технические моменты, да, это такое бывает. Есть вопрос, и я хочу всем, вот как Надежда Владимировна сказала, что мы родители, так вот, Виктория, ваш главный родитель, который будет с вами практически 24 на 7. Конечно, есть правила работы с чатой, и мы все в разных часовых поясах, и они прописаны, но, конечно же, обращайтесь по любым вопросам и содержательного, и технической части, и я думаю, что это сотрудничество будет очень плодотворным. И сейчас есть вопрос, вот сразу Виктория в чате, есть, значит, первый вопрос, это после чат-бота куда нужно нажимать, чтобы попасть в общий чат? Там как только вы нажимаете с информационного письма, именно вы нажимаете ссылочку на чат-бот, сразу как только вы туда перешли, нажимаете кнопочку старт, либо продолжить, и сразу выскакивает первое сообщение с тремя кнопками. Чат курса, график прохождения курса, инструкция флоры. То есть эта же информация есть и в первом информационном письме, которое вы получили, потому что, возможно, кто-то еще не пользуется Телеграмом, поэтому в письме это тоже все есть, прикрепленные инструкции, в ней график, все это есть, можно напрямую, но для того, чтобы вступить в чат, нужно через чат-бот попасть в чат участников Телеграма. Это единственный вот такой момент, что если вы хотите попасть в чат участников курса, в живой чат. Здорово. Спасибо. И у нас еще вопрос. Есть ли еще возможность подключиться к курсу обучения тем, кто не успел сегодня? Обычно мы пять дней предлагаем еще всем, кто желает подключиться. Есть пять дней на то, чтобы принять решение, и уже после пяти дней с начала курса такой возможности уже нет. Следующий поток, я думаю, у нас уже будет только в следующем году, ну или во второй половине этого года, поэтому, пожалуйста, подключайтесь и участвуйте в работе курса. Вот Виктория дала свой телефон, можно по мессенджерам, WhatsApp, Viber, Телеграм, пожалуйста, обращайтесь. И если какие-то есть вопросы, я смотрю, в чате было много очень замечаний, что не пришло письмо. Еще раз мы акцентируем, что посмотрите в рассылках, в спаме, да, и отключите на это время прохождения курса все эти ресурсы, чтобы наши письма до вас доходили. Я еще буквально, Виктория, прежде чем вы покажете работу Флоры, хочу сказать о том, что у нас на этом потоке вот новшество введено с чем? С чем оно связано, да, что мы все вопросы, которые вы соберете, причем это могут быть вопросы очень разного плана. Вы можете вопрос свой сформулировать, например, по конкретному ребенку, продиагностировать, решить некую проблему. Вы можете снять видео даже для Надежды Владимировны, да, и показать. И для всех это будет очень полезный опыт, когда мы будем рассматривать конкретные случаи использования нейропсихологического подхода в работе. Поэтому задавайте, пожалуйста, вопросы, поверьте, что это будет полезно не только вам, но и детям, ученикам вашим, с которыми вы работаете. Ну и второй вопрос. Это я надеюсь, что к концу вашего курса вы еще будете иметь возможность приобрести такое пособие, это участники курса нашего первого потока, мы вот его уже заканчиваем, где находятся все итоговые работы, лучшие итоговые работы курса, и будет издан сборник этих работ. Вы сможете его использовать, и, конечно же, мы очень рады будем, если ваши работы будут такие же итоговые, выдающиеся, и мы сможем выпустить такой же сборник и для вашего потока. Работы отбирает Надежда Владимировна, и их, поверьте, всегда очень много, и вот коллеги очень творческие, и поэтому получаются такие замечательные сборники. Ну и третье, Надежда Владимировна сказала о продолжении курса, да, это, конечно, очень интересная тема, она волнует, и хочется дальше изучать ее, и особенно эта диагностика, которая всех волнует, нейропсихологическое продолжение курса будет, и я думаю, что уже в новом учебном году у вас будет такая возможность присоединиться. Ну, в общем, я, наверное, ответила на все вопросы, и, Виктория, пожалуйста, передаю вам слово. Флора – это очень простая платформа. Итак, платформа Флора, где же все это счастье, на каких полках лежит? Да, все это счастье лежит на образовательном сервисе Флора ЛМС, письмо от которой, потому что я вижу уже вопросы в чате, дайте ссылку, как подключиться, не спешите, пожалуйста, уважаемые коллеги, самое главное, не переживайте. До конца дня, сегодня, все участники получат это данное информационное сообщение. Так как участников на данном потоке много, Флора рассылает это постепенно, то есть ни в одну секунду все участники получат, это происходит постепенно. Поэтому вот до конца дня, если вы не найдете данное сообщение, вот тогда завтра начинайте писать мне, что Виктория не нашел. Но прежде чем написать, пожалуйста, выполните несколько действий. Проверьте папку «Спам», снимите блокировку, вот прям сегодня, и проверьте, чтобы не было блокировки, чтобы это информационное сообщение пришло. И повторюсь, это письмо не отправляют наши специалисты вручную. Это автоматическая рассылка сервиса. Как только туда заносится ваша почта, сообщение уходит. Поэтому мы не можем его отправить вам вручную. Это письмо важно найти. Вот это самое главное понять на данном этапе. Поэтому сегодня все получат письмо, в котором будет ссылка на ваш личный кабинет. Когда вы пройдете по ссылке, чтобы понять, что вы правильно попали, вы увидите с левой стороны, вы видите, да, пять букв в склад, такой вот синий прямоугольчик, значит, вы попали верно. Вы нажимаете кнопку «Войти», с правой стороны будет кнопка «Войти» и зарегистрироваться. Вам нужно найти «Войти», а не зарегистрироваться, так как вы уже автоматически зарегистрированы на сервисе. Вести логин, который вам прислала платформа. Это ваша первая часть почты до собаки, но она будет отмечена в письме. И, конечно, вы создаете свой пароль. И как только вы входите, вы видите вот этот вот интерфейс, вот эту картинку. С левой стороны будет написано «Курсы», «Мои курсы», «Завершенные мероприятия достижения сообщения». И напротив моих курсов у вас будет стоять цифра 1, а не 8, как у меня. То есть это будет означать, что доступ к онлайн-курсу у вас есть. Если стоит 0, значит, что-то вы не так сделали, либо не туда зашли, потому что самая большая просьба вот после нашего встречи не регистрироваться самостоятельно на Флоре ЛМС, потому что многие начинают сразу ее вводить, сразу сами заходить, регистрироваться. И вы просто попадаете на Флору, и потом очень сложно вас переподключать непосредственно уже на наш аккаунт, непосредственно на склад. Поэтому дождитесь письма, не получите. Завтра свяжитесь со мной, свой телефон я отправила в чате Зума. Итак, «Мои курсы 1». У вас будет вот такая иконка онлайн-курс «Учимся легко. Нейропсихология в детском саду и школе». Одна. Вы на нее нажимаете и автоматически попадаете на структуру курса. Сразу обращаю ваше внимание, что здесь будет не ваша фамилия как участника, а моя фамилия как методиста курса. Поэтому многие спрашивают, «Виктория, я не туда попал, там вы, а не я». Вы все правильно попали. Вот как раз вы, если это увидите, значит, вы на правильной странице. Вот здесь будет отражено в процентном соотношении, сколько вы прошли материалов курса. То есть нужно дойти до 100%. Структура курса очень простая. Все разбито по модулям, по урокам. Сейчас вы видите, что у меня это развернуто, поэтому большая лента. Это можно свернуть, нажав вот эти вот стрелочки. И вы видите, что материалы сворачиваются, и можно тогда увидеть кратко всю структуру. Возле каждого блока, возле каждой такой главы, внизу написано количество материалов, которые находятся в данной папке. Общее количество туда относятся и видеоуроки, и презентации, и дополнительные материалы, и контрольные тестирования. То есть все, что предоставили мы для прохождения данного курса. Вы видите, что оно разное, в каждом блоке оно разное. Например, давайте нажмем «Введение». Мы открыли. Вот здесь презентация, здесь «Введение». И сюда же в данную папочку попадет после окончания встречи ссылка на запись нашей сегодняшней встречи. Кто-то захочет ее пересмотреть, кто-то, возможно, сегодня не может присутствовать в онлайн, будет смотреть ее в записи. Поэтому данная ссылка появится в папке «Введение». Кто из ваших коллег сегодня нет, вы передайте. И, конечно же, данная ссылка будет отправлена в чат участников курса в Телеграм. Поэтому не переживайте, она у вас будет постоянно под рукой. В модуле 1, например, вот мы открываем. Вы видите, начинается первый урок. Вы видите, сколько времени данный урок. Дальше пошла презентация, дополнительные материалы, презентация. И в конце контрольные вопросы. И сейчас мы посмотрим, как легко действительно открываются все материалы, чтобы не было никаких вопросов к тому, как ими пользоваться. Итак, первый урок, первый модуль. Мы нажимаем на значок «Плей». Вот с левой стороны эти значки «Плей». Неважно, это формат Word, PDF, видео. Неважно, какой формат документа или материала. Значок «Плей». Мы нажимаем на значок «Плей», и открывается первый урок, и вы просматриваете дальний урок. Есть тема, есть модуль, и дальше Надежда Владимировна уже конкретно, непосредственно ведет урок. Презентация открывается таким же образом. Мы нажимаем на значок «Плей», и открывается презентация непосредственно данного урока. Дополнительные материалы, да, то есть вы видите, что есть дополнительные материалы к уроку. Таким же образом мы открываем значок «Плей», и вы видите, что здесь появляется «Скачать». Скачать с платформы Flora вы сможете только материалы в формате Word. Это условия платформы. Видеоуроки, они защищены авторским правом. Скачать вы их не можете. Поэтому вы скачиваете, нажимаете кнопочку «Скачать», и данный материал попадает к вам на устройство. Вы можете им пользоваться, вашей профессиональной деятельностью, коррелировать как-то. То есть данный материал вы можете скачать к себе на устройство. Единственный материал – это книга «Семенович», которая разделена на две части «Коррекция» и «Диагностика». Она здесь находится в формате PDF, поэтому для того, чтобы вы ее скачали, мы отправим ее в чат участников Телеграм чуть позже, так как она в четвертом и пятом модуле, поэтому чуть позже она появится в чате участников Телеграм. Не переживайте, вы сможете ее скачать. Как и озвучивала Надежда Владимировна, в конце каждого модуля есть контрольные вопросы. Это третий онлайн-ресурс, которым вы будете пользоваться, но вы нажимаете просто на кнопочку «Плей», вы сразу попадаете на онлайн-тест, вы пишете свою фамилию, страну проживания, e-mail, нажимаете «Далее» и начинаете проходить тест. Система вам сразу выдаст ваши правильные и неправильные ответы. Там же вы можете оставлять, конечно же, и комментарии к данному тесту, какие-то вопросы. Все это можно делать прямо непосредственно на онлайн-тестпад. И таким же образом вы проходите все модули. В конце, в самом конце, есть такая папочка «Итоговое задание». В ней две ссылочки. Список литературы, которую Надежда Владимировна рекомендует после прохождения курса, и итоговое задание, которое необходимо разместить. Здесь нажимаем значок «Плей», попадаем на электронную доску «Падлик». Здесь есть описание этого итогового домашнего задания, итоговой работы по прохождению курса, полностью все расписано, как она должна выглядеть. Потом второй пост, как разместить свою работу на доске «Падлик». То есть все участники, вы сможете видеть работы друг друга. Это делается тоже очень просто. Вы нажимаете плюсик, вот здесь вот, выпадает такое белое поле. В данном поле «Тема» вы пишете свою фамилию, имя, учреждение, электронную почту. И дальше вы видите вот эти значки. Можно прикрепить Word, можно прикрепить фотографии, можно прикрепить ссылки, можно вот так открыть. И, соответственно, выпадает все поле, все, что можно прикрепить. Работа творческая, поэтому можно пользоваться абсолютно любыми ресурсами. Большая просьба и здесь в теме, и в самой работе обязательно указать полные данные. Фамилия, имя, отчество, учреждение, образование, электронная почта. Это очень важно, что потом можно было с вашими работами работать, если будет продление сборника для того, чтобы иметь возможность с вами связываться. И в конце самая последняя итоговая папочка – это вот тот бонус, о котором говорила Татьяна Ивановна. Это видеозаписи и материалы онлайн-марафона «Зарубежные технологии в дошкольном образовании». Вот здесь вы получаете ссылочку на всю папочку данной темы, где и запись вебинара, и, конечно же, презентация, которую вы можете себе скачать, если данный материал вам интересен. То есть еще раз повторюсь, все очень просто. Значок «Play» открываем, смотрим. Если это дополнительный материал, значок «Play», кнопочка «Скачать», и это попадает к вам на устройство. Еще есть пару кнопок интерфейса, которые вы будете пользоваться. Когда вы пройдете полностью мои курсы, то есть у вас будет 100%, ваш курс перейдет в закладку «Завершенную», и вот эта цифра «1» перейдет сюда. Многие участники спрашивают, Виктория, я вот прошел курс, но хочу еще раз просмотреть материал, а в моих курсах его нет. Он переходит в «Завершенный», поэтому не переживайте, курс остается, потому что у каждого свой темпоритм. Мы с вами проговаривали, что вы проходите в комфортном для себя режиме. Кто-то пройдет за месяц, кто-то курс пройдет за неделю, кому-то нужно именно 60 дней. Но вы можете бесконечно пересматривать все уроки, но он будет уже в закладке «Завершенный». Ну и, конечно же, закладка «Сообщение». Вы нажимаете, пишете сообщение, оно попадает ко мне, и таким же образом в течение 24 часов я отвечаю на ваши сообщения. То есть на «Флоре» и на «Онлайн-тестпад» вы ответы получаете в течение 24 часов. В чате участников курса в «Телеграм» практически в течение часа вы получаете ответ. Прошу единственное учитывать, что так как у нас 5 стран-участников на данном потоке, разные часовые пояса от часа до 7-8 часов в дальние регионы России, поэтому поставьте сразу чат курса на беззвучный режим. В «Телеграме» есть потрясающая функция «Отложенные сообщения». Вы можете писать его в 12 ночи, поставить его, чтобы оно было доставлено в чат утром, и тогда, соответственно, вы очень оперативно получите на него ответ. Еще раз напомню, сегодня до 24.00 по всем часовым поясам, до 24.00 вы получите информационное сообщение от «Флор» с доступом к материалу, и могу только пожелать удачи вам и нам в прохождении и сопровождении вас на данном потоке. Спасибо. Спасибо огромное, Виктория. У нас есть несколько вопросов, и очень здорово, что они есть. Коллеги, задавайте вопросы, чтобы было окончательно все понятно. Но по тестированию, да, если с первого раза не получается пройти контрольный тест, его можно пересдать, и тест можно проходить только один раз или несколько, и у теста есть ограничения по времени. Коллеги, это все тесты для вашего самоконтроля. Если вы видите, что тест пройден недостаточно хорошо, вы можете его проходить столько, сколько вам нужно, пока вы не получите выдающийся результат, который будет отражать ваш уровень знаний по данной теме. Я, естественно, хочу, Ценована, подправить, что тест выставлен на время, вы не обращаете на него внимания, он никак не отразится на итогах вашего прохождения курса. Просто для вас, то есть еще раз говорю, это автоматический сервис, поэтому время выставлено, на него не обращайте внимания. Тест действительно можно проходить многократно раз, то есть не один раз. Просто заново нажимаете ссылку, проходите, и у нас будут отражаться результаты всех ваших попыток, поэтому не переживайте. Ответы вы будете видеть сразу, в смысле результат прохождения вашего теста. Спасибо за дополнение, Виктория. Насколько материалы отражают сущность урока? То есть если необходимо сконспектировать урок, или этот материал будет отражен в дополнительных материалах? Ну, что здесь можно сказать? Что дополнительные материалы, они дополняют, а презентации, они отражают то, что было сказано в лекции. Поэтому, в принципе, презентации отражают те основные моменты. Я думаю, что кто-то привык иногда, вот я сама конспектирую, мне так почему-то легче. Всем разное, и кому как удобно, так можно и поступать. Ну, все это заложено в материалы. Так, и еще. Так, почему доступ по времени мало? Что-то из материалов можно будет сохранить. Ну, по итогам наших предыдущих потоков, да. То есть мы понимаем, что два месяца – это тот срок. То есть растягивать это на так долго, ну, все равно не получается. Поэтому это был определен такой оптимальный срок, исходя от Надежды Владимировны и от нас, что этого достаточно времени для того, чтобы проходить курс. Да, Виктория, добавить вы здесь. Да, я хочу добавить. Вот я сразу вижу вопрос по поводу модулей. Можно ли пройти за месяц, или не будет открываться определенное время? Нет, доступ у вас открывается сразу ко всему курсу, к шести модулям. Поэтому, еще раз повторюсь, в своем темпо-ритме вы его проходите. Кому-то быстрее, кому-то медленнее. Действительно, в программе изначально было заявлено 60 дней, и этот доступ вы получите. Но есть возможность продления именно доступа, да, не обучения в новом потоке, потому что, действительно, в этом году мы не планируем в учебном набирать новый поток. Вы можете продлить доступ к материалам курса на месяц, на два и на три. То есть за неделю до окончания курса, если вы видите, что вы не успеваете, что вам нужно еще иметь доступ какое-то время, вы пишите мне личным сообщением. Виктория, я хочу продлить на месяц, на два и на три. И на тот момент это абсолютно символическая цена для того, чтобы иметь… Это цена оплаты платформы, да, на которую… За каждую лиценную курс. На курсе может быть определенное количество людей. Это цена оплаты, там, я не помню, сколько это было. В прошлом году это было 10 евро, да, то есть, ну, как бы, это доступ… Там даже, там даже, там даже, да, как бы, меньше зависимости. Больше месяцев вы берете, то есть три месяца, естественно, на порядок дешевле, если брать один месяц этот. Поэтому максимально, конечно, все берут на три месяца. Его можно продлять. Единственный вариант, не дай бог, чтобы он у вас произошел. Если по какой-то причине вашей болезни, или вы попадаете в больницу, и вы действительно прерываете обучение, и есть подтверждающий документ, то тогда на это время доступ продляется бесплатно. То есть, таким же образом, вы со мной на связи. Это в индивидуальном порядке решается. Никому еще не отказали. Конечно же, продляли бесплатно доступ. Очень приятно, что курс уже все понятно, и уже не терпится начать. Это очень приятный комментарий. Здорово. Виктория, еще раз телефон продублируйте. Дома, да, коллеги, вот, да, еще раз есть телефон. Пожалуйста, пишите по вопросам техническим. Нет доступа, еще что-то не нашли. Понятно, что мы с вами уже все не просто педагоги, мы становимся цифровыми педагогами. И в процессе таких онлайн-обучений, вот на практике, все у нас получается. Я уверена, что те, кто впервые присоединился к онлайн-курсу, у вас все обязательно получится, а мы всегда готовы вам помогать. Ну что ж, если вопросов больше нет, то... Еще один вопрос вижу. Какой материал можно будет сохранить? Значит, с платформы Flora сохранить на свое устройство вы сможете только материалы. А все материалы в этом формате размещены. Это формат Word. То есть вы нажимаете на кнопку Play, и вы увидите не открывшийся документ, либо презентацию, вы открываете иконку и слово скачать. Вот тогда вы можете скачать на свое устройство. По правилам работы образовательного сервиса Flora LMS, материалы курса, то есть видеоуроки, презентации защищены авторским правом. Это не наши правила, то есть скачать вы их не сможете. Но понятно, что вы можете ими пользоваться. Есть масса вариантов, как эти материалы себе конспектировать, фотографировать. Это уже ваше пожелание. Но видеоуроки, конечно же, вы скачать не сможете к себе на устройство. И еще такой момент, что книги Семенович, она появится в чате. И в чат-боте у каждого ссылочка на скачивание вы можете скачать. И книга Надежды Владимировны и Арбековой Нелли Евгеньевны. Мы тоже дадим в чат, и наши педагоги наших курсов с удовольствием делят с этими материалами. Это развитие ребенка от нуля до трех. Совсем скоро выйдет продолжение от трех до шести. Поэтому от нуля до трех очень понятное практическое пособие для использования в своей работе. Это вы получите в чате и сможете скачать и, конечно же, пользоваться. Да, вот как выглядит сертификат, указан ли в нем объем курсов часов. Да, сертификат указан, он номерной, указан количество часов в сертификате. И у нас к сертификату есть приложение. Там будут прописаны все темы, которые вы освоили в рамках курса. В сертификате указано 72 часа будет то, как было заявлено в программе. Еще вижу вопрос, еще раз на него отвечаю. Письмо получила, но нет ссылки для личного кабинета. Это письмо еще не получил никто. После окончания встречи до 24.00 сегодня все получат данное информационное сообщение. Не переживайте. Побыстрее начать обучение. И сами не заходите. Да, сами на флору не заходите. У меня была ошибка. Я зашла сама. И потом Виктория меня очень долго переподключала. Вот сами не заходите. Как только вы зайдете, зарегистрируетесь, система будет видеть, что вы там уже есть. И она вас не пускает просто. Это очень сложный процесс. Тогда начинается лучше. Вот подождите. Дождитесь письма. Обязательно оно придет. И я думаю, что вот сегодняшний день вы еще проведете в ожидании. А потом вы начнете слушать уроки, работать с ними. И, конечно же, вот этот сегодняшний денек, пускай он будет ваш. День еще выходной. Спасибо вам огромное. Да, и очень волнительно. И нам, поверьте, тоже. Каждый новый поток, вы знаете, хоть мы не встречаемся лично, но это какое-то невероятное общение. И вот вначале я вас просила писать, с какой вы сферой. Мы видим, что это и учителя начальных классов, педагоги. Это педагоги дошкольных учреждений образования. Логопеды. Это психологи, социальные работники. Мы видим, что у нас есть врачи. Спасибо вам. Низкий поклон вам, коллеги, что вы пришли на этот курс, что вы хотите расти профессионально, что вы хотите помогать современным детям. Спасибо огромное. Да, вот Александр задает вопрос. Я хотела на такой ноте закончить. Да, дает ли сертификат преимущества при трудоустройстве. Это зависит, конечно же, от работодателя и на какую позицию вы претендуете. Но если я была работодателем и мне принесли сертификат, например, учителя начальных классов, он мне принес такой сертификат. Конечно же, я бы сказала, что это большое преимущество. И мы с вами уже обсуждали, почему. Вот я вижу, что медики подтверждают, что они здесь. Вы знаете, такую коммуникацию, которая у нас может получиться и со стороны логопеда, и педагога, и медика, и психолога. Вот это дорогого стоит, и мы вас очень просим, выносите вопросы на обсуждение в чат. Это очень здорово, когда конкретные случаи рассматриваются, когда мы можем проанализировать с разных точек зрения, с разных подходов. Ведь нам сложно сегодня, например, педагогу быть одновременно и психологом, и логопедом, и нейропсихологом, и врачом. Это все говорят, надо, но как это? Это же невозможно. И когда мы собираемся в такое сообщество, мы где-то понимаем глубже какие-то вопросы. Коллеги, спасибо огромное. Спасибо за то, что вы с нами, за то, что вы хотите помогать детям, за то, что вы участвуете в саморазвитии. И мы получаем эту обратную связь. Мы хотим для вас сделать очень много подарков, сюрпризов именно в вашем профессиональном росте. И ждите от нас, мы обязательно вам что-то приготовим в рамках прохождения курса. Какие-то дополнительные материалы, либо это будет нейропсихология, которая за рубежом. Мы посмотрим, что мы приготовим. Так что всем хорошего дня. Получайте, пожалуйста, письма. Спасибо, что вы в субботний день были с нами. И до новых встреч. Всем мира и добра. Удачи нам. Удачи нам. Спасибо. Продолжение следует...